Дуже пиздно. Ой. Что-то, гляжу, вроде знакомый или незнакомый. Не-не, я первый раз звоню. Выборь, что я на украинском почао. Сейчас на русский. Так. Сейчас я в камеру, камеру. Так, установите-ка ее, как следует. Маленько еще, чтобы понеже. Простите, что так поздно. Так, это не поздно, это рано. Вы запишите, когда можно будет выходить, если у нас разговор заладится. С трех. Я что-то смотрел в московское время. Да, с трех до семнадцати по Москве. У вас куда-то ушло. С левой стороны у вас пустое пространство. Вот так, подвиньте. О, вот так. Чуть-чуть пониже, чтобы ушла голова. Еще пониже так. Голову опустите. Вот, а то далеко. Вот так, все. Закрепите вот на этом, во. Так, слушаю, в какой вы местности находитесь там? Украина. А Украина, город-то какой? Славянск. Это где, Никита? Ну, это восточная Украина. Донецкая, восточная Украина, да? Это откуда начался раскол сепаратистский. Ну да, ты Луганская, наверное, Донецкая область. Ну вот у нас с Украины, с Украины Никита тут, он вам еще если не нужен, он переведет нам, то есть. Да вы говорите это хорошо. Ну я буду по-русскому говорить. Ну ладно. Я прошу прощения, если я мешаю и так рано, может я в другое время... Ну ничего, уже оговориться не надо, мы уже отошли, мы уже заканчивали молиться, утренняя молитва, сегодня воскресенье. Видите, у нас время сейчас, сейчас расскажу у нас сколько, 4, да 5, ровно 5 утра. Ну все, говорите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, у меня вопросы... Ладно, 2 минуты просто о себе. Я в 98-м году покаялся в общении 50-ников. Я был рожден свыше, потому что жизнь моя изменилась полностью. Моя жизнь изменилась настолько, что я бросил наркотики, бросил преступную жизнь. Бог меня освободил, спас, по-настоящему спас. Примерно 9-8 лет я был активным проповедником. Буквально так, что и на улицах проповедовал. Евангелие Иисуса Христа. Но сам внутри я не менялся настолько, чтобы я мог бы сказать, что Христос во мне живет. В моей жизни встретились люди, которые мне начали говорить о святых отцах, о православии. И буквально уже 3-4 года, как я воцерковился, я православной церкви Московского патриархата принадлежу. Причащаюсь, исповедуюсь. Но у меня по-прежнему остаются вопросы о рождении свыше. У нас в храме, в церкви, среди нашей церкви не проповедуются об этом. О крещении, о крещении Духом Святым, о дарах духовных. И о канонических пределах церкви уже с вами хотел бы поговорить. К православию меня привел человек из священник. Но не из РПЦ. Если вы знаете такую структуру православную, УАПЦ. Это украинская автокефальная православная церковь. Если вы немножко знакомы, есть Киевский патриархат у нас, а есть УАПЦ. У нас в Славянске есть отец Савва, очень хороший человек. И в каких-то моментах мы с ним общались, пили много чая, много говорили о православии. Конечно, я увидел, что это путь к моему изменению, к спасению моей души православия. Но я возревновал о канонических пределах церкви. Я всё-таки в РПЦ. Но у меня конфликт возникает внутри. О крещении, о крещении Духом Святым, о дарах духовных, о жизни общинной церкви, как община должна жить, о братском общении в церкви самой. У меня очень большие вопросы. У меня вопросы о том, что они проповедуются о рождении свыше. Больше литургическая жизнь. И об этих вопросах я хотел бы с вами поговорить. Где-то полгода назад, чуть больше, может, один мне друг, который тоже приближается к православию, из протестантской тоже нашего общения. Он показал ваши ролики, вас. Сначала, честно скажу, я не воспринял категорически. Ну, как бы ревностно. Потому что я очень боялся попасть в секту. Я понял, что я вышел из секты. Я не хочу опять куда-то попасть в секту. И теперь у меня какие-то такие, ну, колебания внутри. Но, слушая вас, немного анализируя, больше, 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 уже как на протяжении больше полгода где-то, ну, я хотел бы пообщаться лично с вами на эти вопросы. Лично по скайпу? Скрипник Николай. Скрипник Николай. Я знаю, что все записывается. И я согласен. И заранее экономим на этом время. И говорю, да, я согласен. Пусть это все записывается, все выкладывается. Так, у меня несколько вопросов, Николай, будет вам. Да. Какие вы наши ролики смотрели приблизительно? Чтобы я не повторялся, что вы уже знаете? Сам, ну, если с конца говорить, с Украины вы с парнем говорили греко-католической церкви, он был. Да. Смотрел какие-то ваши противники, что-то на каком-то радио что-то про вас говорили. Что вы в интернете много места занимаете. Смотрел какой-то очень такой из Сибири брат с бородой рассказывал по именам, не помню, но очень положительно о вас отзывался и очень конкретно о ваших противниках говорил. Как же ж его... Сипаненко, Максим? Ну, возможно, да. Из ваших краев, где-то тоже Алтай, Барнаул, что-то, ну, очень, очень ясно, четко и, ну, не предвзято так хорошо. Немножко и вам сказал о вашей косности в проповеди, о... Ну, хороший брат, в общем. Много смотрел. Периодически просматриваю время от времени. Насколько есть время, ну, у меня семья, приходится много работать, шестеро детей, некоторые большие, есть маленькая дочка еще полтора годика. Времени у меня очень сжато, ну, по возможности пытаюсь смотреть, анализировать. Николай, тогда вопрос еще. А вы с нашим сайтом и форумом знакомы? Я даже скачивал противосектантских, вот эти беседы противосектантские, хотя и качество записи хромает, но очень даже помогает мне возможность, да. Именно там, где противосектантские. Это все во втором томе открытым оком, там можете прочитать. Да, 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 да. Открытым оком второй том. А запись потом, почему? Потому что много лет записи хранились в земле, когда арестовывали, КГБ все расчищало, и поэтому кое-какие были у них в руках, мы вернули пленки, они там обрезали от них, и так что... Ну, хорошо. Вот первый вопрос вы задали. Для вас важнее всего те границы юридической церкви перед Богом. Ну, вот апостол Павел Римлянам пишет, что я не хочу проповедовать на... Передо мной проповедовали, я не хочу проповедовать на чужом основании. Да. Я понимаю, что в моем городе появилось, ну, наверное, РПЦ раньше было. Потом приехал, ну, хороший человек, вот, отец Саввас у АПЦ. Но именно через него мне пришло откровение о православии. До этого ко мне пришло об Иисусе Христе через пятидесятников откровения. Это я понял. Ну, вот как может быть, если уже проповедуется о Христе, еще какая-то церковь проповедует? Как может еще на чужом основании еще какой-то церкви проповедовать? По каноническим устоям нельзя. Но именно те, которые приходят за ними, они как бы несут откровение, какое-то спасение. Мне вот в этом конфликт, простите, если сумбурно. Тут вот какое дело. Вы запишите, как наш сайт найти. Библейский православный сайт во свете Библии. Во свете Библии сайт, вот такие слова по-русски зарядите в Google или в Яндекс, сайт Игнатий Лапкин. Вот там я отвечаю на пятьдесят пять папок по названиям. В каждой папке вопрос и ответ. И легко, вопрос его ткнул, а ответ будет. Четыре тысячи сто двадцать четыре ответа. Вы там найдете вопросы, которые задали, и они уже все отвечены. Ни одного вопроса вы не задали. Там, ну и трудно, четыре тысячи с лишним вопросов. Это, за которые мне вопросы задавали в университете, я так всюду выступал, где-то радиопередача. Вы найдете. Я вам буду отвечать очень коротко. Подробности вы там найдете. Вам нужен, допустим, церковь. Вы сразу церковь ткнули, и дальше ответы пошли. Евреи, значит, евреи только ткнули. Сто семьдесят шесть вопросов про евреев. Тут даже трудно задать новый вопрос по этой тематике. Так вот, границы церкви, вы видите, я отвечаю всегда. Это пять. Пять, что осталось, что сохранилось. Это, в первую очередь, самое многочисленное католическое от апостола Петра. Рукоположение определяет. Это не понимают сегодня даже некоторые митрополиты. Законное, рукоположенное священство. Я епископат. От Петра на епископов руки возлагали, и передается благодать. Это церковь. Вот вы сказали, я родился духовно там. Мне эти вопросы там задаются. А может ли родиться духовно свыше человек, который находится в секте? Ну, называют там адвентисты, баптисты, пятидесятники. Все точно знают, не может. Там двух должен не действовать. У меня ответ совершенно нестандартный. Может. Дух дышит где хочет. Он родился, он переменился. И вы один из этих свидетелей. Но дальше на этой ступеньке человек засыхает. Дальше он не идет. Он должен войти в церковь. Церковь – это тело Христово. В 1,18 Колосиным, говорит, я глава церковь. И Христос придет в Судный день за церковью, не за всеми. А где двое или трое? Нет, это обман. Где двое или трое, как раз говорит, что может родиться. И не собрались, а собраны. Духом Святым собраны. А двое или трое собрались, пожелание. Это выпивка бывает, на троих соображают. И первое – это католическая церковь. Это церковь со множеством ересей, заблуждений, крови, миллионов людей. Инквизиция – это все церковь. Почему так думаете? Ответ. Потому что Христос избрал один народ. Есть народы, которые лучше евреев, которые ограбил весь мир. Евреи устроили революции. Везде вот смуты. Что в мире делается? Это все еврейские закулисные игры. Ну, это никто не скрывает даже. Но он остался, богоизбранный народ, и никогда не проклиная его. Только благословляет, чтобы быть благословленным в семье, в жене, в работе, в спасении, в вечности. Вот это как-то не совмещается. Тебе не надо совмещать. Это богоизбранный народ. На земле 2896 нации. Если не знаете, запишите. 2896. Я буду математически... 2896. Но это не ограничено. Могут находиться новые где-то в джунглях, в Амазонке. Племя бывает тысячу человек всего только. Но, а избраны только один. Об этом ездра говорит. Птиц много, но избраны только голубицы. Животных много, а избраны только овца. Много гор, но избран только сион. И он там перечисляет. Это ездра? А? Это в ездре говорится? Да, в ездре. Это ездра. Я могу вам показать. Каноническая. Много разных растений, цветов. Но Бог лилии избрал. Бог избрал. Бог избрал. И не надо вторгаться в то, что Бог избрал. 2896. Выстоит в ряд. И Господь проходит. Нет. Вот как Иисей представлял сыновей. Семь сыновей. Но избран тот, который там неизвестный. Там пастушонок. Он будет царем. Ну, а теперь я буду против. А что против-то? Языком молотить? В первую очередь, ты враг Божий делаешься. Не верующий Богу представляет его лживым. Значит, согласиться со всем, что нам говорит Святая Библия. Вы родились свыше. Ищите теперь, чтобы быть в церкви. Вы могли родиться свыше, считая книгу, не встречаясь ни с кем. В окопе. В тюрьме. Где угодно. Православные так не понимают. Я говорю. Ну, не о всех говорю. Но я это легко им доказываю. Они тут же соглашаются. Зачем вы Богу диктуете условия? Он, бывает, через ослицу доставляет человека. Как с Валамом было. Дальше. Православная церковь. Ну, сказал католики. Это и старые католики, которые отошли. Которые папу даже не признают. Они сохранили епископат. Перешло несколько епископов. Составили сенот. Православие. Это православие. Православное. Это украинское. Это все, которые имеют настоящее рукоположение. Нет еретиков. А еретики это, которые вне церкви. И поэтому говорить об украинской автономной церкви нужно подробно посмотреть, где рукоположены были первые от них. И сохраняют они это или нет. Но как бы этот отец Сава, извините, что перебиваю, он говорит, что он канонически рукоположен. А он говорит, что это не все. Мы узнавали таких, когда искали, мы занимались много лет этим. Мы искали. И оказалось, ничего нет. Баптисты утверждали, у нас вот такого-то где-то люди собрались, поехали в Нидерланды, начали с Симонса, который Менонит и Менон, с него. Баптисты вернулись, ничего нигде нет. Есть такая книга «Возвращение домой». Питер Гюлклес. Не читали? Читал. Читали. Вот так же искать. Путь такой. Одни ищут про литургию, другие ищут про то-то. В течение года все пересобрались и увидели. Мы вне церкви. Это самый правильный путь. Вы правильно идете. Вот мне очень приятно это. Вы пошли путь точно такой же, который я прошел. Но я никогда не был ни в сектантах, ни в наркотиках, нигде. Я родился в старобрящей, беспоповской семье. Я всегда знал силу крестного знамени, святая Троица, но вне церкви. У них не было священства. И когда в руки попала Библия у пятидесятников, у пятидесятников, и мне это близко, что вы говорите, пятидесятники, а я это в самом корне знаю. Но мне с первого дня положено. Это не церковь. И сколько там заблуждений, беснований. Свирепствует блуд. Это одна из самых всех пораженных блудом. Ну просто я не в стороне сидел, а работал, и у них проповедовал, и на капитре стоял. Дальше. Это входит старобрящество. Это Белокринитская иерархия, Новозыпковская, где они сохранили епископат, то есть приняли оттуда. Дальше. Григорияна Армянская апостолическая церковь. Копская и Сирская. Все. Граница церкви четко очерчена. Вне этого церкви нету. Ее не может быть. Почему это? Ну, баптисты вообще никогда не говорят на этом. Каждый останавливается и дальше не идет. Это заблуждение, грубое искажение Слова Божия. Дух Святой, чтобы сходил именно Дух Святой, обмана не было. И идет таким путем, который Бог назначил. А где это? Мы считаем, ну, восьмая глава, как пришли апостолы, люди уверовали. И вдруг апостолы Петр и Иоанн поднимаются и идут. Зачем они пошли туда? Они знают, все апостолы в Иерусалиме, и там они не могли получить Духа Святого. Там другой дух. Другой. Они приходят, ни слова не говоря, возлагают руки, и все получают Духа Святого. Вот эти руки, вот. Без этих священных рук нет спасения смертным, говорит святой Иоанн Златоуст. Да как это может быть? Что Бог ограничен? Ну, Бог не всемогущий, как мы понимаем. Он не может... Вот люди-то, камень мог лишь сделать, не мог сдвинуть. Бог не может лгать. Не может. Написано, Бог не может отречься самого себя. И Бог не может делать то, что не свойственно Ему. Вот я когда начинаю говорить, я думаю, что Бог может просто так прощать и ни за что. Не может. Бог никому не может ничего простить за так. Возмездие за грех смерти. Вот главный корень. И поэтому за грех нужно было умереть кому-то. Все жертвы напоминали об этом. Это простые азы, но в православии этого не знают. Они знают, батюшка вот чашу вынесет, чаще причащайся, чаще исповедуйся. Категорически неверно, неверно и вредно, и погибельно. Нужно верить, что спасаем семьи не в чаши кровь, а на Голгофе. У вас совершенно правильный путь. И вы именно пришли в православие, где, ну я могу сказать, что на тысячу человек, которые ко мне выходят, на тысячу, вы единственный и первый. Прошли который путь. Но на этом вы не остановились. Вы стали искать четкие границы. Если только я вас не знаю, я кое-где буду высказывать вслух сомнения, вы меня простите заранее. Я человек. Спасибо, Господи. Если вы это не наигранно говорите, что там, давай я все изучу Лапкина на роликах, буду говорить, как он понимает, а постепенно я там, мы говорим, обрежу ему бороду. Вот, я не знаю. Я буду отвечать, даже зная, что так, я все равно буду с вами разговаривать, встречаться и говорить. Вы уже заранее мне полюбились такой. И подозрения на вас нет. Но бывает, люди с замыслом где-то... Я вас понимаю. Я видел ваше интервью с этим мальчиком 60-летним. Как-то он... Да, 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 да. Мне нельзя лукавить. Я проповедник, мне 76 лет, и я никогда не говорил, не писал, приглядываясь к кому-то. Я ничем не связан. Я в первый день, когда обратился, я понял, меня могут вот за это ухватить, могут за это. Вот за это я все сразу отрезал, выбросил и сделался неуязвимым. Как Солженицын говорит, зашел в тюрьму, перешагнул порог и скажи, я пришел умереть. И сдохла собака. Ни один КГБ ничего не может со мной сделать. Почему? Он смерти угрожает, как же из ИГИЛ-то. А для нас это награда. Мы в рай к Аллаху идем. Это совершенно бесстрашная армия. Так учили спартанцев. Так вот, границы церкви мы увидели где. Говорить об автономной церкви до конца я не могу об этом. А точно могу сказать, московский патриархат имеет истинное рукоположение. Это истинная церковь. Со множеством заблуждений. Не проповедует о рождении свыше. О крещении Духом Святым. Вы уже перечислили. Что входит в рождение свыше? Вы по частям слышите. Это три пункта только. Что нам делать муж и братья? Спросили апостола Петра. Это 2.38 Деяния апостолов. Он говорит, что покайтесь. Вот сектанты начинают извращать на первой ступени. Они говорят, покайтесь для прощения грехов. Это не написано. Покайтесь, запятая. Понимаете, запятая. Это все сектанты понимают неправильно. Дальше. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Прощение грехов где прозвучало? Здесь. Крест. 22.16 Деяния апостолов. Говорит, что ты медлишь, брат Павлов? Встань, крестись, и омой грехи твои. 22.16 Деяния апостолов. Встань, крестись, и омой грехи твои. Медлишь. Почему медлишь? Да ты же можешь умереть в грехах. А уже братом назвал. Прощение в крещении. И далее получите дар Святого Духа. Но вот этот порядок, он был изменен однажды. Когда нужно было доказать, что они достойны быть крещенными. В доме Корнилия. Первый, значит, покаялись. Получили говорение языков. Проявилось Духа Святого. А потом только крестились. И этим он потом начинает, Петр, в словах этих находит оправдание. И говорит, мог ли я препятствовать креститься, когда получили такой же дар. Бог меняет иногда вот это. Вот вначале, чтобы люди поверили, что не одни евреи в раю будут. Не одни. Но будут и язычники. Вот мы вначале говорили об этом. И первое, что нужно, покаяться. То есть покаяние включает не то, я грешный, многогрешный. А я грешный. Осознать силу греха. Силу Божию мы не можем познать, не познав силу греха и его последствия. Вот это вот фактически ни у кого нету. Чтобы в полноте это понялись. Почему? Игнатий Принчанинов говорит. А в этом говорит Пимен Великий. Вот любовь, везде главное любовь, главное сердце, любовь. Он говорит, остановись. Сдерни его за ноги, он налево лезет. Объясни ему. Если ты не начал со страха Божия, начни все сначала. Притча один секрет. О, а противники ваши говорят, вы не любите Игнатия Принчанинова, а? Вот эти что. Он говорит, начни сначала. Они говорят, потому что ничего не знают, и дьявол ослепил их глаза. Но вот Степаненко, который, говоришь, с бородой там подробно разъяснил. Он там несколько образований вышли, он там кандидаты. И он у нас был, нынче принял крещение. Это бывший председатель миссионерского отдела Томской епархии. Они сейчас его от причастия отлучили. Он один всех разложил по полочкам. А они теперь злобятся, буквально рвут его на счастье. А когда его за слово блять ухватили, я первый заступился, кто за него. Вот это церковное слово, оно означает пустословие. Понимаете, я в куче вам это говорю. Я понимаю, да, понимаю. По полочкам. Так вот, надо посмотреть. Знаете люди, что такое покаяние? Не просто покаяние, и я погибший. А погибший окончательно, бесповоротно. И никто меня не спасет. Никакое покаяние меня не подвигнет. Возмездие за грех смерти 6.23 кремлинам. Это коронный стих. И я его беседую с мусульманами. Всегда. У меня ролик есть, я в доме Мулы, там беседую. Это стих. Первую часть мы разбираем, они соглашаются наконец. Вторая часть, она не дается. Но вот главный труд. Во Христе все оживут. В Адаме все умирают. Возмездие за грех смерть. А во Христе дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот это основа. И когда мы поймем, что человек погиб окончательно, и бесповоротно, и никогда никто не может быть жибреком. Все согрешили. Все до единой. Все решены славу Божией. Вот этим надо проникнуться. Чтобы у тебя надежды ложной не было. Я пойду, буду добрые дела делать. Буду ухаживать за больными. Я там наркозависимых людей буду вытаскивать. Ты все это можешь делать. И все останется на земле. На суде Божьем этого не будет. Будет по-другому. По тому, как Бог назначил. Бог назначил так. Возмездие за грех смерть. И когда ты проникся, когда тебя Бог поверг в ужас, в оцепенение буквально, что же я наделал. В Адаме все умирают. Один Адам только протянул руку, сел, что взял. И уже умерло 100 миллиардов. Так это несоответствие. Тебе не надо рассуждать. Ты из-за того уже ответишь. Кому ты это говоришь? Адам, один Адам протянул руку. И в третьей езре говорится. О, Адам, что ты сделал? Ты умираешь не один, но все мы. Ты понимаешь это или нет? Вот захватили какой-то город. Из-за одного человека, который что-то сделал, будут убивать подряд. Ну, при чем я? Я за вас. Умереть должны. И второе. Мы должны понять, что умереть должен. Умереть не грешник. Грешник отвечать за себя даже не может. Потому что за один грех смерть. А мы их сделали тысячи грехов. Тысячи смертей не бывает одна. Вот эта вот такая структура, вот в таких жестких рамках, она должна быть вдолбленность. Православные не знают этого. Священники не знают, архиереи не знают. То есть единицы. Я говорю, это единицы только знают. Патриарх, может, не знает. Они думают, я вот оденусь красиво, длинный хвост сделать, как у павлина, за мной будут ходить. Там эти пажи королевы английской. Я спасусь. Не спасешься. Тебе еще труднее спастись. Как Серафим Саровский. Он вообще ни одного спасенного священника не видел. А Иоанн Затоновский больше половины в ад идет. Мы должны согласиться и заботиться о священстве в день и ночь молиться о нем. И когда мы это поняли, он привел нас в ужас. Тогда дается надежда. Всякий верующий в него не погиб. Всякий верующий не пойдет отвечать за грех. Всякий верующий не пойдет в ад. Он умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Меня. Вот это слово «меня» у сектантов стоит на первом месте. Это так должно быть, Иоанн Затоновский говорит. Не просто Агнец берет грехи мира, а за меня. За меня. Он как будто умирает блудник. Как будто убийца. Грех-то не надо прятать. А то один человек так говорит. И он говорит правильно. Он говорит так, без пояснения. И на него начинает обвинение. А он говорит, что Христос блудник, как блудник. Ну а как он мог грехи взять, если грех блудан отдельным светом? Это в житиях на мыслях так показано будет. И он умирает. А вот здесь нужно потрудиться. Вот первая часть, первое покаяние – это осознание «мой труд». Я должен перебрать свою жизнь. Посмотреть, сколько раз он меня касался. Как я мог обратиться. Вот я еду. Еду на веселе, подвыпивши. Я о себе говорю. Ну чуть-чуть там, но не трезвую. Меня никто не заметит даже. И в мой купе, не в купе, а там в жестком вагоне, садятся двое старик со старушкой. И оказались немцы. А я по-немецки с ними разговариваю. Они достают книгу, я припарился с ними. И для них это радость была такая. Мне бы вот в это время, это, видимо, люди ранние были. Потом, когда я покаялся, я все… Я увидел, как сколько раз Господь стучал в дверь и стучил. Кто откроет? Я не открыл. Но уже меня он тряхнул. Как так немцы? И рукой не крестятся. И говорят так. Но ехали мало. Таких моментов было в моей жизни ни один и ни два раза. Теперь я за все должен укорить себя. Господи, ты на улице стоял. На кудрях его роса, как песня песней говорится. А я вымыл ноги, довольный собою. И я его не принял. Я не впустил его в свою келью. Он стучал с обратной стороны. Он мог бы рвануть, меня болезнью положить. Но он стучит, чтобы я открыл кротко стучащему. Я вам рассказываю, как есть. Вы что рассказали, это мой путь. И вот когда до нужной кондиции дойдешь, а ты потом будешь прислушиваться. Я в каждой брошюрке искал, где о Христе сказано. Брошюрка-то на одной стороне написана, а на другой нет. А на другой бывает и здесь, божественно, и на той. Мне надо две брошюрки покупать. Я вырезаю, потом склеиваю, делаю тетрадь, но не знаю, что за цифры там стоят. Я не знал, что это глава стих. Но я был готовый. Меня никто не убеждал, не свидетельствовал, не продали. Евангелие я начал читать, хотел выписывать. А выписывать нечего. Все божественно. И в этот вечер наступило то, чего жаждал я, о чем молился. Это для Слова Божия нету. В книге у меня подробно описано. Как нынче, не нынче. В прошлом году мы ездили на то место, а там уже дома нету. Там учреждения, и как я там пал, и как молился, и все это заснято, там плакал. И тех людей нету. Я одарил тех, кто живет книгами своими. У меня 38 книг вышло. Вот. И когда мы это познаем, это уже действие Духа Святого. На покаяние подвигает Дух Святой. Принятие, чтобы Христа принять, как баптисты говорят, в свое сердце, мы можем сказать впустить в свою жизнь, чтобы не было обвинения. Вот. Когда мы делаем это, он тогда входит сам, войдет в мое сердце, это в жизнь мою. Это то и другое можно говорить. Ну, когда соблазнительные слова, вот мы говорим иногда, встанем в молитву. А что на молитве? На молитве сверху стоять, что ли, будет? Ну, я тогда заменяю и говорю, встанем для молитвы. Хотя, говорит, когда стоишь на молитве, Матфей говорит, ну, слабый такой. Я для него тогда делаю, а потом уже докажу ему, что многозначимость великого русского языка. Вот так. И третий, говорит, получи дар Святого Духа. А здесь, здесь Илья думает, что я помазал миром, печать дара Духа Святого, как у православных, а он ничего не получает. Я не говорю о всех. А то, что он не знает, он вышел, закурил и пошел дальше. Он сделал. Ребенка будет крестить. А почему крестит? Бабка не хочет водиться с Антихристом. Что я буду водиться-то? Ну, он сделал. Дальше-то ничего не меняется. Потому что там первая нарушена ступень, вторая нарушена, третья нет. А почему? Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Вот три ступени по-другому говорят. Отвергни себя, то есть прежнего нету, я его уничтожил, я покаялся, я изменился. Возьми крест. Это означает, с крестом скажу на Голгофу. И докрестится каждый из вас, получите дар Святого Духа. Следуй за мной, ты не можешь идти, если тебя Дух Святой не укрепляет, не поддержит. Ты одного шага не сделаешь. Все время будешь, как мертвеца, и с двух сторон зажми, сидит. Отодвинулся, он упал. Он не может без поддержки. Ему все время надо что-то. Он думает, тебя при счастьем спасусь. Наоборот, не готовы. Эти люди впускают в себя страшное и неповторимое. Вместо при счастье стоят в церкви черти и толкают в рот уголь. Это житие Святого Макария Александрийского, 17 января. Бой с этого. И люди не понимают этого, что это такое. Она дает жизнь. Жизнь, говорит, не будете иметь в себе жизни, кто не будет есть плоти сына человечества. А в них этих людей жизни нет. И поп не думает, и не видит. В церкви православное аховое положение. Но это церковь. И я тут тружусь. Поэтому, а у сектантов, вот если бы сейчас сектанты, я говорю, баптисты приняли, не пиесятники, это уже далеко запредельно. Там беснование почти стопроцентное идет. А вот если бы баптисты... Геннадий Тихонович, извините, те пятидесятник, которых я был, очень благочестивые люди. И о них только могу... Нет, я говорю о языках. Я согласен с вами. О языках. Их легко проверить. Так вот, теперь, когда тебе это открыто, возблагодари Бога. Три ступени. Три. Первая. Просительная. Дай. Спаси. Прости. Благослови. Вторая. Повыше. Благодарение. За все благодарите. Первое. Санитисом 5.18. И третья. Почти недосягаемая. Но православие переполнено этим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тебе Божия. Вот. Это третья ангельская ступень. Мы все время должны на нее стремиться. Перешагнуть. Перешагнуть нельзя. Надо первую затертую, заплеванную, заблеванную ступень пройти. Я погибал. Я тонул. Он меня спас. И тогда у тебя вырвется, как прорубленное, называют, окно на небо. За благодарность открывает шанс тебе на новое благодеяние. А когда ты там все время стоишь, ясно дело ты, да Господи, за что мне, да как ты великий, ты дивный. Это уже начинается 18-й Псалом. Вот эти три ступени в православии не соединенные. Вот у православных, допустим, благодать, я немножко наступлю, она не одинакова. Она трех видов. Первая. Призывающая. Вы можете черкнуть себе, это очень и очень важно. Призывающая. Она очень хорошо действует у сектантов, где призывают к покаянию, к изменению жизни. У православных она почти никакая. Только говорят, надо быть таким. Призывающая. Вторая. Обращающая. От тебя уже не зависит. Дух Святой коснулся сердца. Не коснулся, ты слышал, ахал-охал, дальше не идет ничего. Да, я грешный, я супергрешный. Вот вторая у сектантов действует. А третья благодать освящающая. Вот рукоположение, священство, таинство, литургия. У них ее нету, намерто, нуль. Нуль. И поэтому спасение, все зависло. А он уже там первую любовь оставил. Дальше, раз не поддержки, он не причащается. Жизни нету. Причащие тело и крови Христовой дает жизнь. А у православных ее не видно никакой жизнью-то. Я говорю о большинстве, не о всех. Я делаю оговорку. Не у всех. А сколько всех? Да кто-то я знаю. 98% примерно, как патриарх Алексей II говорил. 98% православные слепые и глухие. 98%. Это очень большой процент. И поэтому тут нужен труд. Вот коротко. А благодать Духа Святого, она через эти священные руки священства. Это правильное крещение он сделает. Правильное исповедь. Все. А и сегодня у православных-то редко найдешь, чтобы правильно крестили. Особенно, которые на Украине, этот буфер на окраине живет. Украина. С католики. На католичной. Побрызгал. Должно быть троекратное полное погружение. Если у тебя не было, ты не крещеный, поставь. Перестань причащаться. Приготовься. Прими крещение. Это не крещение, это был обман. Никакого перекрещивания нет. Вот это... Если не священник, не согласится. Ну, это я должен засвидетельствовать. Я не спорить. Он не принимает. Это ваше дело. Но я должен сказать это. Придет время, говорит, вот я не сразу понял, постепенно. Вот вы даже ко мне отрицательно относились. Потом вышли. Время покажет. И время покажет так, что... Нет, я говорю, я пойду к священнику, он не примет этого. Не примет, потому что он не крещеный. Потому что ему надо признать, что он не прав. И он не имел право быть священником. До 30 лет он рукоположенный. За ним нарушение канонов, страшное нарушение. А дальше правило огласит, он должен быть извержен из священства. И согласиться с этим, значит, подписать себе приговор. А у него семья, кормить. Я знаю все это лукавство их. Они лицемеры. Лицемеры 98%. Лицемеры. А лицемеры это грех, который так просто не искореняется. Зависть. Он сразу... Откуда? Лапкин, еретик, псевдоправославный. Это все уже заезжено. Это уже проверено. Они меня обклеили со всех сторон, как заграничный чемодан. Этикетками этими. Но, когда приходит время, Бог его касается, и священник этот выходит перед народом. Я свидетель. От того, что я ими занимался, священником, в одном месте был двое вышли, игумен. Мы неверующие. Простите вас. Мы только тщеславились. Вот, заметьте, зависть. Слава Богу. Зависть. Какой грех-то, казалось бы? Грех, в котором покаяния почти нет. И Пилат знал, что предали из зависти, а они не знали. Церковные учителя. Понимаете, как? Стефан говорит, и наши отцы предали Иосифа из зависти, а они отцы, там, Леви, Иуда, а они этого не знали. Они его предали Иосифа, но они не знали. А чего завидуют-то? Мальчишка, ничего у него, кроме красивой одежды, нет. Это вы объясняете. Другое. То, что его любит отец. Что он не такой. Он ничего не скрывал. По-нашему сказали бы, сексот. Он все время отцу докладывал, они боялись. Вот это состояние на того, кто знает истину, попы сразу бросаются, они его в яму и продать в рабство. В рабство своих измышлений. Это все повторяется. Повторяется в многочисленных случаях жизни. А потом они покаялись. Теперь начали сначала. Мы друг перед другом только величались. Священники выходили, я могу назвать фамилии, где они, и все. Вот такие чудеса Бог делает. То, что не согласен кто-то, это ничего. Сразу не проходит. Уши бывают замазанные. Привыкли к стиле слуху написано. Сомкнули уши. Глаза закрыли. И не обратятся. Они не могут покаяться. Обращение, первая ступенька не пройдена. А для чего обратиться? Чтобы я исцелил их. Еще не спас, а исцелил. А исцелить их надо раскопать уши. Так, слушает раб твой. Мы заканчиваем молиться всегда. Останавливаемся. И у нас молчание. Говори, Господи, слушает и слышит раб твой. И мы всем до одного молчим. Мы ждем. Какие откровения? У нас ни видения, ничего нет. Мы только слушаем внутренний голос. И какой ответ дать? Бог положит на сердце. А все ли имеют эту связь? Не все. К сожалению. И поэтому легко люди уходят в общее, из общины. Легко покидают друзей. А это все как раз и показывает. Душа была не готова к принятию полноты истины. Он не понес этого. Отвергнись с себя. Ты забудь про жену. Забудь про детей. Забудь про дом. Забудь про работу. Забудь про друзей. Забудь обо всем. Помни одного Бога. Себя отвергнусь растоптать. Как Захарию спросили. Ну а как отвергнусь? Он сорвал с себя камелапку и стал топтать. Вот пока не растопщишь себя, ничего у тебя не будет. На примере просто все. Тебе бьют в одну щеку, а ты в другую. Это не меня. Ты награду мне даешь. Ты поносишь. Ты говоришь. Вот эти, которые у меня обвинители, то другое. Я понимаю, будет день другой, когда все осветится. Какой вопль будет страшный. Какие кровавые слезы будут. И поэтому я за них, за всех молюсь. А то, что гонят. Он говорит. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда. Это наши благодетели. Враги нам лучшие друзья. Но они учат других неправильно. Ну какая моя забота? Он не обращается. Отвещать за его поступки я не буду. Он отвечает. И они слышали. Эти люди были близкие мне, которые поносят. Близкие. Но они связаны. Связаны лицемерием. Лицемерием ложью. Я однажды согрешив, они остановиться уже не могут. Ну, обратятся, не обратятся, не знаю. Но иной раз уже мысль идет, что они перешли грань, покулили Духа Святого. Хулят все подряд. Обращенных людей. Потому что моя жизнь, это нонсенс. 53 года я проповедую, свидетельствую. Всех направляю в храмы московской патриархии. И они же самые главные враги гоняются за мной, меня убивают. Это что говорит? Это высшая ступень, на которую Бог возводит. Вот это возводит. Сейчас я вот молюсь, послали Путину, патриарху послали, чтобы мне разрешили проехать в ИГИЛ. К этим боевикам, которые громят там Сирию. Вот. Так это смерть явная. Знаю. Я прошу, чтобы меня Бог благословил. Так они убьют. Высушит один раз. Я туда стремлюсь. Да это на смерть. Как Богу угодно. Может, меня туда не пустят. Проезда нет. Нужно с ними связь установить, чтобы приняли. Для чего нужно? Они не дадут говорить. Я и говорить не буду много. Когда они пожелают. Я уже обговорил, моя программа. Дать отдельную комнату. Со мной может быть человек-перевозчик. Я буду только молиться. Я знаю силы молитвы. Которые не знают, может быть, даже один из тысячи у православных. Что такое? Когда Бог тебя трогает. Я говорю, когда Бог дает сутки. У меня обезбоживание организма от слез бывает. Кажется, линолеум размокает. Это Бог делает. Как же часами могу плакать. В храмовой ограде. Что священники не пропадают часами. Где это? Кто делает? Да нет. Это Бог дает. Я выпросил у Бога этот дар. Дар выпросил. Когда еще только-только начинал в первый год. Вот коротко. Вы на правильном пути. Поиск ваш дозавершится в Царстве Небесном. Но освободите себя от всего, что вас спутывает. Кто не возненавидит отца и мать, не достоин меня. Ни детей, ни их детей. Это домашние враги подрастают. Враги домашние. Могут быть. Могут. Я не утверждаю. Но так понимаю, понимаю, понимаю. Поэтому, чтобы вот... Если нет, мы тебе отнимем жену. На твоих глазах будут пытать детей. Это вторая Маковейская, седьмая глава. Если не считали, запишите. Читал. Семь сыновей казнят. И мать уговаривает каждого принять казнь. Вот так настрой. Выстроить свои детей. Держаться до конца. Расскажи им. Придут сюда такие, которые Бог отдаст эту землю. Мы не достойны жить. И они десятилетних наложницами сделают. Восьмилетних. А они неистовые жеребцы. Приготовьтесь. Слушайтесь, родители. Никуда отдельно не выходите. Из дома не выходите, три поклона не положив в красный угол, где иконы. Отец, благослови нас. Мы в школу пошли. Пришли опять три поклона. Мы вернулись живые. Поставь их в тревожное состояние, как называется, алармовое. Все время Господь при дверях. Он ждет. А перед этим три с половиной года Антихрист. Ужас. Никакого восхищения церкви не будет. Все сектанты поражены этой ложью. Восхищение будет только в судный день, а не за тысячу лет. Это доказывать даже ничего не надо. Я вам только дам материалы. У нас есть и все. Тысячелетнее царство началось на Голгофе и закончится за три с половиной года до пришествия Христа. Вот сектантов как можно узнать? Самое главное. Это у них иконы, это идолы. Это у них у всех одинаково. Дальше. Это отвержение рукоположения истинного. И третье тысячелетнее царство. Вот это наработка. Это я просто. Это моя наработка. Вот три вопроса, по которым сразу можно узнать. Сектант это или нет. Тысячелетнее царство. У них будет когда-то на земле. У них никак два пришествия не получается. Минимум три. А Господь говорит, во второй раз явится. Тут все опровергает. И далее. Ради избранных дни те сократятся. Они на земле. Воскрешу тебя, верующим, в последний день. Не за тысячу лет. Не за 365 тысяч дней. 365 дней в году и тысячу лет. А они ошиблись на 365 тысяч дней. Почему? Потому что они не церкви. И потому сатана там всевает и всевает всякую ересь. Поэтому сегодня насчитывается 21 тысяча разных еретиков. Никаких конфессий. Ни слова это выброси из головы. Конфессии там. Это не слова. А вот я обратился, такая конфессия. Такая ересь. Вот есть ересь и церковь. Всегда должны вы оперировать мыслями, словами Святой Библии. Спасибо, Господи. И, знаете, Тихонович. Я еще хотел подробнее немножко о рождении свыше. Я Геннадия Фаста слушал. И мне очень понравились его слова о рождении свыше, о крещении Духом Святым проповеди. Я знаю, что он вообще православие пришел через вас. Спасибо, Господи. И вот рождение свыше. Для меня всегда это был вопрос. Даже я, будучи сам рожден свыше, я понимаю, это чудо. Я понимаю, это тайна Божья. Но как мне проповедовать среди своих? У меня жена еще в той общине протестантской осталась пока еще. Я среди православных. Как мне говорить о рождении свыше? Потому что они скажут, да, крещены. Но рождение свыше, ну никто не скажет такого. Вот когда рождается ребенок, участвуют два. Жена, муж, есть два человека, они рождают. Но рождение свыше. Бог и человек. Что происходит от Бога? Что зависит от человека? В чем рождение свыше? Что от меня нужно, чтобы не родиться? Или от меня вообще ничего не нужно? Ребенок родился, он ничего не родил для того, чтобы родиться. Он родился и все. Может это Бог рождает свыше? Или я рождаюсь свыше? Вот мне надо четкие грани. Ну вот смотрите как. Начинать надо чуть маленько пораньше как бы. Вот я веду занятия в университете. Теперь там закончено. Идет человек, первый раз пришел, идет. И такой голову опустил, говорит, да. Вот понимаете, вот Господь меня сегодня коснулся. Я уверовал. Я-то внутри подумал, вот видишь, как Бог делает, а я даже не знал. Я сегодня понял, что я неверующий. Я думаю, да, проповедовал я ему неверующий. А это как раз и есть то, что есть. Надо показать, что вера может быть не фальшивая, не бутафорская, а именно Христова. Рождение свыше отец Геннадий отвечает абсолютно правильно. Обо мне когда пишут и говорят, Игнатий, вот это дар такой, самыми простыми словами сказать, то, что сложности какие-то, вот у меня нет никакого образования. Они говорят, вы говорите этим и не понимаете даже, что это как раз ваше преимущество, что никто на мне не пахал. Я прямо взывал к Богу, и противоречит, не противоречит. Я повторяю снова. Первое, осознание себя погибшим грешником. В православных надо сразу шатнуть. Не просто грешник, а погибший. И за так священник тебя не может прощать. То есть осознать себя погибшим грешником. Да, ты погибший навсегда, окончательно, ты в аду находишься. Об этом говорит Пимен Великий, запишите. Игнатий Брещенинов. Если у тебя нету страха Божия, а начало, что страх Божий. И ты ужаснешься, я сегодня умру, сегодня в аду буду. Вот это самое начало у православных неправильно. Ну я зашел в храм, к батюшке подошел, не леностно храм посещаешься. Чаще исповедуется, чаще причащается. А ничего не меняется. Вот только будет... Нет, но православные всегда говорят, мы грешные, мы такие грешные. Это слова. Он не осознал. Он этим как будто брежев медалями своими гремит, и все. Грешные много... Кого это может привлечь? Ты не можешь сказать своим близким, я пишу вам, святые, как апостол Павел начинает, даже Каримской церкви блудникам там, а пишет, святые избранные, православные бунтуют против слов. Почему? Они им чужды. Это из другого. Православный он не избран, святой нет, а к нему не относятся. Да какой же ты... Они вообще ничего не знают. Тьма непрорубная, прорубить себя нельзя. Но можно. Православным нужно доказать, что Библия – Слово Божие. И высшие Библии ни каноны соборов не могут быть, ни святые отцы, ни жития святых. Все во свете Библии. Поэтому у меня сайт во свете Библии, форум, а там полторы тысячи тем, тем, во свете Библии. Ютуб во свете Библии. У православных это не принято. Вот библейский сайт во свете Библии. Православный и библейский. Это несовместимое православное и библейское. Оно не совмещается. И все говорят, это ересь. Понимаете? Я что-то сказал неправильно, но православие вообще это неизвестно. Почти сто процентов. Кое-кое как добиваешься. А как вы верите? Как батюшка скажет. Поэтому манипулировать этими людьми, покупайте свежки, жертвуйте всем, идите домой, это очень легко. Но привести на небо. Ты сам должен прийти, слепой вворачиваться. И Анзатаус говорит, избирая пастыря, не избери волка. У меня вот, когда зайдете на наш сайт, сайт, то на первой, главной странице, там две книги раскрытые. Это для Слова Божия нет. Уст, это ключ ко всем моим книгам. Как бы автобиографично. Как я в тюрьме был, как свидетельствовал, проповедовал. Все дословно, там на магнитофон записано было. И второе, к истинному православию. Эту книгу просто надо иметь. Там я ее собирал, материал 40 лет. Материал, который не имеет аналогов, вообще может быть, чтобы в одном месте было собрано где-то. И там ответ на эти вопросы. На все. О покаянии, о крещении. Все, абсолютно все. С канонами, все выстроено, по системе. Но у меня нет образования. И поэтому эту систему, которую им преподают, я ее прочитал и вижу, а она мертвая. Вот составляет симфонии. Господь меня благословил составить симфонии на неканонические книги. 11 книг, которых у баптистов ни у кого нет. Симфонию составляет. Это труд самый тяжелый. И составлено, я утверждаю, самое лучшее в мире такой симфонии не было. Все подержись сведены в одно слово. Легко искать. Одно только слово, и ты сразу вышел на нужную. А они не профессиональные. Они просто не знают, что нужно там. А вы сами додумались? Нет. Вернигородская. Протестанты и лютеране делали. Образец я взял с них. То есть я всегда доказываю, откуда беру детский лагерь. Вот это я беру от Японии, вот это от Австралии, вот это от Англии. То есть мои знания помогают мне выбрать самое лучшее у себя применить. И поэтому оно такое не просто уникальное, а единственное бывает. И вот здесь, когда вы начнете говорить православным, докажите ему, повергните его в ужас. Вот. Когда он поймет это, скажите, истину Бог открыл. И она в Святой Библии. Ну, а как же я считал, переверните сознание его. Как говорил патриарх Кирилл, переформатировать сознание народа надо. Переформатируйте его. Покажите. Истина открыта во Святой Библии. У Библии три названия. Слово Божие, Священное Писание, Святая Библия. У православных этого понятия вообще нет. Нуль. С нуля это и хорошо. С сектантами труднее говорить, потому что они, во-первых, 11 книг выбросили. Не знаю, толковать, каждый сам толкует, а у православных не так. С первого века все истолковано. С сектантами легко разговаривать, они Библию знают. То есть содержание. И поэтому я ему говорю, Бог избрал пророков, а дальше апостол, учителей. Где учителя? Они сразу в ступор. Где учителя? Они опять апостолов перечисляют. Я должен привести их к толкованию. Яну Златоусту, Блаженному Афихилакту. И дальше все. И дальше Бог все свое дело сделает. С православными в данном случае первый этап надо сделать. Доказать. Но и ошибка православных-то в том, что сказали, что Библия Священное Писание, они поставили во главе. Потому сектанты говорят, а вот Библию, он говорит, батюшка нам говорил считать. А дальше не объяснено. Они теперь наворачиваются твоим толкованием, душа ушла. Это роковые ошибки. Нужно показать Библию, и она должна быть в основе нашей жизни. Это фундамент. Аминь. Аминь. Когда это ему докажете первую часть, почти все уже сделано будет. Покажите. Спасение, умереть за грех, только делает Бог. А Дух Святой вам это не откроет, вы не можете уверовать. Вот вторую ступень пройти. А третья, третья, с верой принять крещение. Вот почему православные говорят, рождение свыше это крещение, а сами первые две не сделали, это обман. Ничего там нет. Вот это работает только в совокупности. Благодать призывающая, благодать обращающая, что он обратился, Дух Святой коснулся. И третья, освящающая. Руками истинного освящения, как крещение. Вот здесь завершается третий этап крещения. С полным погружением, конечно. Вот здесь завершается рождение свыше. А если это не произошло, значит не в раз. Но сделано все было правильно. А может быть, может быть. Почему? Они все правильно сделали, Дух Святой не сошел. А какая причина? Надо искать. А он, может быть, никогда не будет таким. Значит, где-то потерял. Другого пути просто нет. Покайтесь и докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Вот рождение тогда. Петр бы сказал, родитесь свыше. Он даже слова не поминает это. Но это и есть рождение свыше. Как сказать, а почему тысячелетиям царствия Христос не учил? Учил. Только по другим названиям. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие не придет приметным образом. То есть тысячелетие не повторяется нигде, но оно уже заложено в этом. Надо научиться мыслить категориями Священного Писания. И тогда будет все на месте. Вот православным три пункта этих добавьте. Понятие погибшего грешника, понятие возмездия за грех смерть и должен был сойти с неба Сын Божий. Он должен был взять грех. Вот Агнец Божий берет на себя грех мира. Это Ян говорит. 1.29 Евангелия Тиана. Грех мира, мой грех, мой грех его распинает. Когда мы это проникнемся, тогда начинает сожаление, страдание, ужас и любовь. Они рождаются здесь. Он за меня. Почему я такой неблагодарный? Тебя Бог поднимает на вторую ступень благодарственную. Первый я просил помочь, он открыл. Благодарственное. И третье, Аллилуйя. О, что он мне открыл? Он ликует человек. Вот этот восторг должен быть божественный. Не то, что хохотать, святой смех, падать, прыгать, как у писятников. Это мы легко докажем. Не от Бога. От Бога это тихая радость, которую в тихом веянии ветра видел Илья. Это ликование души, озарение светом. Изменение жизни. Изменение полное. Ты не тот. Вот я склонился молиться и встал, а я на корабле был. Я сам о себе смотрю, это другой человек. Совершенно другой. Я никому не мог говорить. Тут в этот вечер только бы на корабле успеть, чтобы он не утонул. Только перешагнул через фальшборд и первому матросу стал говорить. Живем неправильно. За нас Христос умер. Я учусь, а мне прекрасные характеристики. Только что дали. Характеристики сразу изменят. Сошел с ума матрос. Все. Со своего ума я добавляю. Со своего. Я 53 года прожил в этом на корабле. И когда не давал один спрашивать, я вот так был, молился, а потом то другое со мной, сейчас вставать неохота. Ну какой совет даете? Я не могу тебе дать совет. У меня опыта нет. У меня только разгоралось. Я знаю, что такое первая любовь, которая во мне как будто сегодня. Я не могу дать совет то, что не испытал. Меня Бог избавил от этого. Просто не было. И все. А как бороться с блудом? Я не имею этого опыта. Я знаю только одно. Если ты встречался с женщиной, на той улице не появляйся. Не пиши, не звони. Откинь мысль, что ты ее спасать будешь. Не спасать, тонуть будешь. Я знаю, теоретически, практически, я бы не могу показать, потому что я не имею опыта. Но я теорию, я знаю. Не встречайся, не подходи, не думай, молись, объяви пост, замори свое тело. Со всеми грехами бороться надо, от блуда надо бегать. От него бежать. Я конкретный грех говорю, допустим. Да. От запоя, наркотиков, у меня нет, у меня нет опыта. Но опыт есть у меня общий для всех. Имей страх Божий. И ты уже не приближишься. Вот он у нас стоит рядом, познакомься с Украиной. Может быть, видели его, Никита, на Кладиско вот сюда. Вот он. Верил. Спасибо, Господи. Я из Киевской области, Борисполь. Ну, вряд ли виделись, но я в Славянске, Донецке. Конечно, вряд ли. Город просто Борисполь, это аэропорт Борисполь. Да, я знаю, знаю. Ну, в общем, ну, приехал к нам, добился. Счастливый человек. У меня проблема была, я, может быть, и раньше пришел к православию еще, но я встречался с православными, которые мне не столько об отцах, святых говорили, о борьбе со страстями, сколько о русской нации, святой. И для меня это было жутко. Они не любили евреев, они нападали всячески на украинскую нацию или вообще, ну, такие, какие-то антагонические настроения против других наций, русские, избранные. это сильно мне заважило прийти до православия. А вот прошло время и, конечно, Бог помиловал меня, спас. Но тут я встретил очень хорошего православного человека, но он с украинской церкви. И такая же история. Он мне сказал, что настоящий православный может, если он будет украинец. Но вы слышали, как я разговаривал с этим греко-католиком? Да, я слышал, я слышал, слушал. Ты примерно перед нашим разговором. Я никого никуда не знаю. Я нахожусь в России, поэтому не скажу, езжай в Украину автокефальную. Нет, конечно. Но проверь, епископат, и где ты находишься. И поэтому ни одному католику я еще не сказал, переходи в православие. Меня считают не патриот. Почему? Потому что я никогда не говорю о русском человеке. А кто что такое? Пьянь? Абсолютно запилась страна. 120 миллионов абортов только за перестройку. Это надо все сказать. Русского прежнего человека это и нету. А вот осталось только то, что осколки. А можно ли возразить? Но я русский, я тружусь среди русских. Мне так понравилось видео ваше, как православные должны относиться к евреям. По-моему, так оно называется. У вас занятие есть. Очень библейские и здраво по священному писанию. Меня обвиняют, опять же, понимаете, патриоты обвиняют в этом. Я не за русских. Я не патриот. У меня убить надо. Говорю, когда об евреях, а ты же там продался, то другое тебя не финансируют. Ну что попало? Я сотрудник СРУ, сотрудник КГБ, родной племянни Гитлеру. Еще только нет. Ужас один. Ну а это хорошо. Велика ваша награда, когда будут поносить вас и прочее. Я только их включаю в список молиться за них, чтобы Господь помиловал. Есть такая партия, великодержавники. У них в лозунг написано «Мы за православие, но против христианства». На КГБ добились. Ну я сейчас в таком, не знаю, на распуте стою или решении. Вот этот священник, именно который с украинской церкви, он настолько может проповедовать о рождении свыше, общинная жизнь в храме его церкви. Ну, у меня вопрос, конечно. Если тут до этого была православная церковь, русская, то зачем прийти еще к какой-то церкви русской, вернее, православной, хотя на украинской, и будувать на чужом основании, строить на чужом основании. Зачем назидать на чужом основании еще кого-то? Это ж, ну, какие канонические, ну, есть же ж вообще правила канонические, ну, нельзя на чужом основании. Уже ж есть проповедование о Христе, можно ж ехать в другую. Хотя человек хороший, и, я не знаю, он мне привел к православию, этот священник. Как-то, в общем, это моя молитвенная нужда. Николай, у вас сейчас развод заканчивает, это я скажу только. Тут нужно сказать следующее. На чужом основании или нет? На чужом, это означает, когда человек уверовал. А Павел говорит, не на чужом. Почему пророк говорит, все эти распашите на вину. То есть, целиная земля. Целиная земля, и я на ней, я приходил, где ни одного верующего не было, я всю жизнь стружусь на целене. Вот мне Бог дал это. Для всех сделать со всем. Это редкий, редкий, редкий талант такой. Люди не понимают, он к себе тянет. У меня этого вообще нету, на нуле. Нету, то есть, я этого не знаю. Почему? Проверь только рукоположение. И дальше живи по западу, и тебе все известно. Ну, а ты останешься там, это твой выбор. Значит, там нужны эти люди. Ты там нужен, ты близко. А тебе ближе московская патриархия, это православная. А почему тогда, если она была, они начали строить, не все так просто, как вы. Вы смотрите упрощенно. Вот смотрите, люди, бывает, привязываются к человеку. Вот, я Полосов, я Павлов, я Кифин, то есть, Петров. Было такое, было и дальше. Некоторые стали говорить, я Василия Великого, тут Григория Богослова, я Анна Затауст. И церковь ничего не могла больше сделать с ними. Группировки, все православные. И тогда они решили всех их свести в один день, святых отцов, и праздновать в один день. Конечно, это детская игра, но все-таки маленько это подвигнуло. Надо видеть. Вот, было такое, был учитель у Иоанна Затауста, Милетий. Его посадили, а у него приверженцев много. А в это время были люди, которые, Павлин его звали. Павлин, это не птица, это имя. Имя Павлин. Да, упоминаем как-то в каких-то днях, я помню. И они отдельно, храм построили отдельно, все одно рукоположение, но разные учителя. Ну зачем на другом основании? Уже совершившийся факт. И когда того освободили, он приехал, говорит, ну что же делать-то будем? Давай так, соберем людей и скажем, вот если я умру первый, значит, вы все переходите к Павлину. Если ты умрешь, все твои переходят к нам. И народ согласился. Видите, можно было бы это найти и прекратить это. Ну, нужен деятель такой, который сделает это. Они боролись не за пасту, а как этот раскол уже возникший, а тут антагонизм, да вот у вас что-то, друг против друга стали выискивать что-то. Это всегда так было. А поэтому не сумеем сделать. Ну спасайся, где ты можешь. Никогда не хвули противное. Им помогает так же. Эти различия не имеют, может быть, никакой роли. Имеют рукоположение. Рукоположение. С этим некоторые не соглашаются. Но я должен сказать. Рукоположение определяет, в церкви ты или не в церкви. Или самозванной. Сектанты все попадают в числа 16 глава. С числа. Отдафана, Верона и Корея. Вот их участь. Да. И развежилась земля. Да. Это они из-за чего? А кто такой Моисей? А почему мы должны? Это все сектанты говорят. Они пытаются кокозу, наклонившись к ковчег, рукой поддержать. С человеческими силами. Бог его убил. Я говорю, за что? Никто не может ответить. Я говорю, вот смотрите. Пятая глава, Первая царств. Когда ковчег возвращался в Перестемлян. А жители были на полях. На полях-то там было много людей. И они подошли, в ковчег заглянули. Не плевали, не хулили. И Бог убил 50 тысяч и 70 человек. За что? 50 тысяч. Ну, вообрази, 50 тысяч. Это повернуть все негде. Поля за седу. Поля за седу. Поля за седу. Они не хулили. Это были евреи. Не порадовался Израиль. Почему? А что означает ковчег? Я говорю, сначала определите, что в ковчеге. В ковчеге лежали, скрижали. Скрижали слово. Слово было у Бога. Слово Бога. Это Христос. Ковчег – это Божья Матерь. Прообраз. И начинают. У ней были дети, то другое. Вот это вот, что вы делаете сейчас? Вы заглядываете в ковчег, внутрь ее. Она дева была. Дева была до рождения. При рождении его. И навеки прислана Дева Мария. А они пытаются, сектанты, они все повинны вот этому моменту. Они даже не понимают. Все, вяткозаветне были образы. Запишите на всякий случай, наизусть заучите. Первое Коринфянам. Два стиха надо заучить. Десятая глава. Шестой, одиннадцатый стих. Заучите и везде применяйте. Это были образы для нас. Это не просто перечисляет Библия события. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это образы для нас, достигших последних веков. Надо каждое событие Ветхого Завета рассмотреть во свете, который Бог дал свет, а не во цветах адского пламени. А у нас разделение. Я стараюсь сказать, а уж как Бог даст. А почему старообрядцы не вместе? Да потому что мы не такие. Они бы не делали этого. Никон сделал погибельную реформу. Православные даже не знают. Сергий Строгородский, когда сказал коммунистам Вашей радости, нашей радости, это предательство церкви было. И поэтому такие сегодня священники московского патриархата, они сплошь и рядом готовы предавать друг друга. Сейчас это со мной было, а сегодня уже предает, клевещит и прочее. 27-й год, когда Сталину дали обещание служить не по принуждению, а по совести добровольно. Называется сергианство. А они за мной гоняются. Они сергианцы. Они отреклись от всех, которые в тюрьмах сидели. Власть сказала, это уголовники. И они уголовники, уголовники. В истории мировой церкви не было этого, чтобы своих, слава, слава церкви мученики, отречься. Сама церковь отреклась от них. А теперь канонизируют. В православии очень много того, что не должно быть. Но это церковь, это корабль Божий. И я здесь работаю. Так, мы уходим уже. Слава Господу. И отдельное спасибо вам, что вы мне дали возможность еще раз петь обновление, петь возрождение, вернее, и любовь к ней иметь. И идите простым путем. Зайдем на Голгофу, мой брат. Ваш пример, как нужно перед Богом кланяться. Слава Богу. Видите, наши православные, после службы мы сидим и поем баптистские песни. У нас песенники, песни восхождения. Мы необычная община. Не просто, а вот баптисты. Я говорю, мы православные баптисты. А галантинству субботники. Мы говорим, православные субботники. Почему? Суббота указывала на воскресенье. Да. Мы православные песенники. Мы дома тоже с этим песенником пели. Ну, я пришел в Превославие, ревностно все отвернул. А послушал вас, думаю, это что же я такое хорошая вещь, это я отвернул. Бывают, священники боятся, чтобы вы вернулись, не вернулись обратно. А они запрещают. Вот отцу Геннадия пастую, его пастырь, где он там был, он запретил. Считай, абсолютно нельзя. Это хорошее песнопение. Хорошее. Взяли все песнопение, взяли Лермонтов, взяли одну молитву чудную и твержу я наизусть. Или друг мой, брат мой усталый, Натсона, баптисты, они везде все подобрали. И поэтому это наше. Наши, но они первые это увидели. Положили музыку. А возьмите, нас зовут христиане, когда они поют. Вот. Или гори огонь, гори. Прекрасно. А чудный прославленный царственный Божий Сын, дивный Христос, Господь, небе нас ждет. Ангелы в небе Господа славят. Я не могу... Батюшка, извините, еще один вопрос. Геннадий Фас, в последнее время не вижу его проповедей новых. Не знаете? Не видите проповедей. Нормально, он все время там в университете ведет занятия где-то, приезжает в Красноярск. Он в обороне. Просто скачать ни где нету, посмотреть что-то. Ну, сейчас я не знаю, потому что я просто не вижу где. Наши люди близкие с ним встречаются и передают все. Я у него заезжал, когда на благовестие были и прочее. Да, вот интересно, отец Геннадий, вот у меня, я мог бы назвать сейчас, люди-то не знают, я их скрываю, священники, которые служат в разных церквах, которые пришли в моем доме. Прям в доме, в доме. Не в храме, не в дороге. Но их назвать нельзя, они их сожрут, православные попы. А отец Геннадий-то сколько от них претерпел? Его архиереи там гнобили, давили, перекидывались с места на место. Но, вот тут главное, отец Геннадий нигде не скрывает, что он обратился в моем доме. Да, да. И поэтому он самый плодовитый из них. А которые скрываются, не говорят где-то, а они почти на том же уровне, как раньше были, когда мы с ними расстались, они на этом остались. Еще хуже бывает, когда бывает так, вот ходил на занятия в университете, я в пяти университетах вел занятия, и вот обратился человек на занятиях, а потом говорит, теперь он со мной разошелся, ну, какая-то причина, там что-то в грехе облечил или, и он, да я и до вас все это знал, да, знаете, в университете. И вот как будто кто-то обрубает, он возвращается на то, когда был, а там ничего не было, и он уходит в мир. Это страшно. Я всем говорю, я обратился вот там-то, в доме 50-ников, мне зачем ты говоришь, тебя сектантом называют. Это корень, я не обрубаю, я вам говорю, благодарен, какие были люди хорошие. Я получил дар слез там, любовь к Библии, моя жизнь была бы вся другая. Евреи от евреев, фарисеи от фарисеев. Да, меня бы не было, я умер бы, но я там обратился. Я говорю об этом, показываю. Вот я молюсь с баптистами, вот сейчас даже. Ох, меня сектанты, молишься, канун такой-то. А я знал, когда выставлял ролик, я подхожу под благословение к католическому ксензу и посоветовался выставлять, не выставлять. И выставил. Сейчас нападают. А я говорю, патриарх Кирилл подходит, Алфеев, митрополит, что он у меня нападает? Идите, сначала с ними разберитесь. Я признаю благород, но я не католик. У нас двуперстно, принято с детства, вот как старообрядцы. А сегодня трое перстно. Я говорю, в том и в другом элемент ереси. Доказываю в печенье пяти минут. А как правильно? Правильно, как католики. Пять ран. Впосредством их переведи меня стоящего на левой стороне на правую через Голговский крест. Но я не католик, и так не молюсь. Но я признаю их правоту. У них на пресном хлебе, а у нас на хвостном. Причастие. Католики правее нас. Они правы, мы не правы. Ну а как у нас? У нас так, как положено. Но у меня есть своя мысль. Я говорю, мысль, мысль, это не носовой платок. Я его не боюсь говорить. Почему? Они мне ничего не сделают. Им надо развалить. А что сделают, когда я посылу? Во свете Библии, вызывайте меня. Книги мои уже 15 лет. Около 15 лет. И каких только комиссий не было, цензорских. И все до одной заглохли. Я говорю, а почему не вызывают? А что они, самоубийцы, что ли? Ну да. Ну простите, что так задержал. Даже в Почаево в прошлом году собралась комиссия, там профессор были, и опять все заглохло, нигде ничего нет. Надо молиться. В Украине, в Почаево? Да. Почаево мной занимается моими книгами, им больше заниматься нечем. А мы молимся за Порошенко каждый день, за Петра. Мы за всех молимся. И поэтому у нас так радостно и хорошо. Дай вам Бог жизни, здоровья и плодовитости. Вы, Николай, победитель. Помните это. Дожди побеждать. А с сатаной не надо просто бороться. Его надо побеждать. С Богом. Благодарю вам. С Богом. Аллилуйя. Мы сейчас собираемся. Давай, скачивай. Вот Бог дал сегодня. Продолжение следует.